Мониторить именно с основного экрана. Особенно важны показатели с операторой, потому что мало ли в таких условиях мы работаем. Далее перемещаясь по закладкам. У нас есть с вами закладка Control, которая позволяет создавать ивенты. И вы всякие кнопки консоли, вот тут они есть маленькие, особенно dollar switch, можете запаграммировать, чтобы у вас какое-то действие происходит. Я не знаю, вам не видно. Я вывожу сейчас фейдер и он автоматически имитируется. Этот ивент прописывается в два касания. И когда я вывожу фейдер, он автоматически размитируется. Если я нажимаю на клаву switch, видно на видео на основном экране, у меня фейдер автоматически встает клаву. Это все кнопки, которые вы можете прописать, когда вам надо. Видно? Тэнс. Не могу опросить. Вот, окей. Далее смотрим на боковые экраны. Экспоримент и сказал. Про плагины мы с вами уже поговорили. Кому что нравится, кто любит Z6, витамин, кто граузер и так далее, пожалуйста. Патчинг. Тоже такой же, как у SSL XY. Опять-таки, то есть вы просто можете пальцем все вводить и подтверждать ваш патчинг входной, так выходной. Директ, R2D и инсектор. Понятно. Секция снэпшотов, соответственно, позволяет нам работать со снэпшотами. Если вы сделали какие-то настройки на консоли, сохраните снэпшот, дальше что-то у вас поменялось, сохраните следующие снэпшоты и просто вызываете друг за другом снэпшотов. Соответственно, выбираете настройки, которые вы хотите сохранить. Вот вам видно там фейдер, мьют. Хочете сохранить или не хотите сохранить. В зависимости от этого вы нажали или от жали. Не осталось 3 минуты, удивитесь, что мы еще не так гоним. Закладка файлинга интересная с точки зрения того, что там как раз будет шоу с профайлом. Вообще есть шоу, которую вы создаете. Вы будете запускать, сохранять, переносить и так далее смотреть историю. Ну и 3 вкладки, известные профайловодам. Это если слева смотреть overview, общая overview консоли. Далее. Не путаем мы с вами выжигатели эту закладочку. Я вот путаю. Для того, чтобы... Сейчас там ничего хорошего. Вот, соответственно, что-то... Блейд, да, видите, можете что-то с ним делать. Все зависит от ваших предпочтений. Опять-таки. Консоль частенько выдает какие-то информационные вам, скажем так, сообщения. В нижнем левом экране, чтобы, собственно говоря, на них реагировать просто в соответствии с тем, что вы хотите получить. Частенько меня спрашивают, как так, с двумя брендами, вроде конкурирующие, как вы выбираете? Можно, наверное, как-то, не знаю... Хотите, я вернусь на сцену. Все, верлю консоль, я закончила. А тут, потому что как-то руки мои только... Либо могу... Пойти. Давайте. Давайте.